Здравствуйте! Вы смотрите Акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы, первым секретарем Омского обкома КПРФ Александр Алексеевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Наша программа выходит уже в новом 2018 году, но мы не успели подвести с вами итоги за прошлый год, поэтому я хочу спросить у вас в первую очередь, как у депутата Государственной Думы, что важного приняла в 2017 Дума? Легче ли будет житься народу России в связи с решениями, принятыми за 2017 год? Ну так по определению, как говорят, Дума принимает решения, которые имеют важное значение, если не в целом для страны, то для отдельной категории ее граждан, либо для отдельной отрасли. Вроде как неважных решений она не принимает, но вот я сказал слово «неважные решения не принимаются». Принимаются и неважные решения, вот в том ироничном смысле слова, что они не очень хороши для всех или для большинства наших граждан. Это надо иметь в виду. Конечно, важное решение бюджет, это важное решение, это предопределяет уровень жизни, доходов, перспективы для разных категорий населения, для ветеранов, пенсионеров одни проблемы, для молодых другие, для людей, состоявшихся, квалифицированных работников третьи и так далее. Если порыться в законопроектах, которые прошли через Думу, мы должны признать, что главная задача, которую решает нынешняя Дума, а точнее решает правительство, используя абсолютное большинство Единой России, они связаны с сохранением тех направлений, тех способов, тех приемов, организаций жизни нашей страны и граждан, которые были все эти годы. А отсюда какой напрашивается вывод для оценки важности или неважности тех иных законов? Если человек или группа граждан, или та или иная сфера жизни, будь то жители села, горожане, будь то рабочие, будь то труженики торговли и так далее, считают, что все, что происходило в предыдущие годы, их устраивает, значит тогда все хорошо. Значит Дума выполняет волю народа, идет навстречу их пожеланиям, а если здесь есть вопросы, есть проблемы, мало того, проблемы очень острые, значит Дума принимала те решения, которые не вполне соответствуют, а иной раз идут в разрез или вступают в прямое противоречие с интересами значительного числа граждан. Так вот, если рассматривать через такую призму, то Дума прежде всего работала в интересах меньшинства населения страны, а большинство шла на какие-то уступки, давала какие-то подачки одной рукой и принимала позиции, принимала законопроекты, точнее уже потом их узаканивали после утверждения Советом Федерации президентом, принимала те позиции, которые в общем-то сохраняли бедность, безработицу, отсутствие перспектив для реального сектора экономики. И, к сожалению, мы с этим сталкивались, за это голосовала Единая Россия, против этого голосовала фракция КПРФ в Государственной Думе. Ну и смотрим, приняла Дума законопроекты в этом году, уменьшилось у нас число бедных или людей, живущих за чертой бедности или около черты бедности? Нет, не уменьшилось. Мало того, официальная статистика и голосом, допустим, руководителя счетной палаты России госпожи Голиковой заявляют, что число бедных растет. Значит, Дума приняла неважные решения, неважные, в смысле нехорошие решения. Что касается технических законопроектов, то здесь шли по пути ужесточения наказания людей, используя прежде всего систему штрафов, рост акцизов, которые идут. Вот у нас накануне Нового года опять подняли акцизы на горюче-смазочные материалы, вот в июле нас ждет новый. Это все принимает Государственная Дума, а точнее принимает Единая Россия, потому что КПРФ всегда голосует против этого, а уж даже Справедливая Россия, фракции небольшие и ЛДПР, те тоже лавируют и тоже зачастую не голосуют. Поэтому, когда говорим о подарках гражданам нашим, вот такой закон вроде бы приятный и проявляется забота о наших гражданах, допустим, о пособиях на детей. Более 10 тысяч рублей на ребенка будут платить, очень важный закон, но давайте разберемся, в чем его смысл. Ведь когда о нем говорят, о нем много говорили и в канун Нового года, и после подписания его президентом, и будут говорить о большом достижении, но ведь его суть уходит на второй план, люди видят, что будут платить деньги, это конечно хорошо, но это закон, который говорит, вот до чего мы довели матушку России и наш народ. Ведь это пособие для бедных детей или для детей из бедных семей. Это признание того, что число бедных у нас столь велико, что проблему демографии, а смысл этого законопроекта, теперь закона, заключается в том, чтобы стимулировать рождение детей в России, потому что нация вымирает. У нас уже в прошлом году, в ушедшем году, смертность превысила рождаемость. Если до этого там была хоть мизерная прирост населения, а сейчас мы опять начали, вступили в эту демографическую яму, вымираем. Вот Дума откликнулась на это. Но с другой стороны, надеяться на высокую эффективность в этом плане не приходится. Почему? Ну потому что люди ведь понимают, что 10 тысяч, конечно, это деньги и для многих серьезные деньги, но поднимать ребенка, родить ребенка, это, конечно, не слишком хорошо, не слишком много. И вот это ограничение, там полтора прожиточного минимума на члены семьи тогда платится, ну тоже, что такое прожиточный минимум? Сегодня у нас, вернее, минимальный размер оплаты труда или прожиточный минимум, он не соответствует действительности. На эти средства, которые формально определены, прожить нормально нельзя, концы с концами свести. То есть человеческая жизнь такая достойная, с возможностью развития личности ограничивается. Поэтому, когда мы говорим о законотворчестве Государственной Думы, где все идет под диктовку правительства, президента, ну а Единая Россия все это проводит благодаря большинству, то, повторяю, все законопроекты, которые принимаются, они в лучшем случае технически что-то регулируют. Дорожное ли движение, там акцизы в том или ином плане, но, как правило, это делается за счет карманов граждан, а импульса, который бы закон дал, стимулировал развитие людей, этого не происходит. Поэтому Дума, работает Государственная Дума и все ее законы, еще раз хочу подчеркнуть, направлены на то, чтобы сохранить существующий порядок вещей. Порядок вещей, как при котором у нас экономика не развивается. И если у нас сейчас появляются деньги, то это связано не с заслугами руководства страны, президента или правительства, это связано с тем, что вот пока цены на нефть на мировом рынке приподнялись, и у страны там появился около 1 триллиона дополнительных доходов. А с другой стороны, все эти выплаты, которые будут идти, рост пособий или вот зарплата бюджетникам, которые повышают, она, конечно, не укладывается, она меньше, чем уровень, реальный уровень инфляции в нашей стране. И, по сути дела, роста благосостояния не будет. Поэтому по отдельным позициям можно говорить о плюсах, минусах, законах принимаем сотни и сотни в каждую сессию. А если брать все вместе и общий итог, сухой остаток, то мы видим, что движения нет, что идет то, что называется стагнация, окаменение жизни в нашей стране. Ну и вернемся вот к нашим даже реальным проблемам. Ну приняла эти законы Дума, а точнее Единая Россия, протащила эти законы. Ну и насколько, так сказать, улучшилась ситуация в нашем городе, какие перспективы. Единственное, что можем говорить о том, что вот бюджет, который Дума приняла, здесь несколько увеличились нашему городу и области. В 2018 году субвенции из бюджета. Вот это увидим, интересно. Ну, наверное, увидим. Наверное, увидим. Но за это придется все равно расплачиваться. Все равно эти деньги тем или иным образом у нас выберут, заберут. И кому их отдадут, ну точно, скорее всего, амичи реально это не увидят. Но да, зарплата, допустим, так называемые майские указы президента, о выполнении которых много говорят. Ведь в чем лукавство заключается? Что президент наподписывал указы вроде как хорошие, повышать зарплату для работников разных сфер, и бюджетников, и здравоохранения, и образования. Но все это переложили на нищие регионы. А у регионов денег нет. И они решают эту проблему за счет того, что сокращает число школ, учреждений здравоохранения и далее по списку. Ну, а бюджеты, которые принял наш город, допустим, город Омск, и официально, и область, они, конечно же, это бюджеты выживания, об этом не раз говорили мои товарищи, депутаты нашей фракции, горсовета и законодательного собрания. Так что Дума работает в пути лица, усиленно, дополнительные дни, там, сказать, что называется, и часы. И в этом плане все нормально, напряженно, на самом деле, с утра до вечера обсуждаем законы, принимаем, отклоняем и так далее. Но самый главный итог, а что происходит со страной, как человек ощущает себя. Я думаю, что те, кто себя ощущал, неважно, так и будет себя чувствовать в лучшем случае, если неважно. А то, может быть, еще хуже, чем в году ушедшем. Александр Сеевич, ну вот что касается фракций КПРФ в законодательном собрании региона и Омского городского совета, что полезного сделали мы для соотечественников в прошлом году? Для соотечественников и для наших земляков. Ну, на вашем канале, на нашем канале мои товарищи и депутаты горсовета, и депутаты законодательного собрания, я думаю, постоянно и системно информируют наших избирателей, наших уважаемых телезрителей о своей работе, о том, что происходит в этих органах представительной власти, важных, нужных и так далее. Вот, поэтому не буду уходить в детали, а в целом я вам скажу, что роль наших фракций и в горсовете, и в законодательном собрании чрезвычайно высока. Да, чаще наши предложения, товарищи депутатов и в горсовете, и в законодательном собрании, как правило, блокируются или отклоняются большинством, единороссовским большинством, и в том, и в другом представительном органе. Но сам факт внесения предложений, законопроектов, проектов тех или иных нормативных актов, он, с одной стороны, показывает, что мы верны своим предвыборным обещаниям. Они все социально направлены. Да, они все социально направлены, они все на защиту интересов нашего города, ну, каждого вообще амича, каждого жителя нашей области. Это с одной стороны. С другой стороны, даже когда их отклоняют, пользуясь большинством, всю ряду обстоятельств, зачастую это работает и предрассудок, а если это идет от коммунистов, то надо выступать против. Это все равно идет сигнал. Как правило, наши товарищи, находясь в гуще проблем людей, общаясь с людьми, они ставят наиболее острые, важные вопросы, причем фракции у нас дееспособные, опытные, они понимают реалии. То есть они не ставят таких демагогических, фантастических каких-то проектов, они ставят предложения, которые решаемы даже в нынешних условиях, и они бы обеспечивали определенные подвижки, положительные подвижки, что касается и условий жизни, и уровня жизни, и так далее, и тому подобное. Это заставляет их напрягаться. Я уже не говорю о том, что мы подаем сигналы тем, кто следит за этими делами, я имею в виду тех граждан, активных граждан, что вот, есть работа, есть варианты решения. Это один аспект. А другой аспект, и может быть, самый важный в сложившейся ситуации, связан с деятельностью вне стен горсовета или вне стен законодательного собрания. Ведь если не удается и не имеешь большинства в этом представительном органе, то выйти на нормативный какой-то акт или законопроект, чрезвычайно сложно сделать его законом. Но есть другой вариант. Есть работа с избирателями, что называется, по месту жительства. Есть приемы избирателей. И вот этот аспект работы с избирателями и работа на округах, она приобретает для нас особо важное значение. И наши товарищи депутаты это понимают. Они очень активно работают на закрепленных за ними округах. Они непосредственно работают вживую, в глаза в глаза со своими избирателями. Они ведут постоянно приемы граждан. А к нам, здесь еще в чем сложность, к нам ведь приходят, я имею в виду, к депутатам-коммунистам, приходят люди, когда уже обошли все инстанции. И мы становимся последней надеждой. Да еще когда дело и проблема настолько запущена, что отмотать этот клубок, в который разными способами, бюрократическими, правовыми, закрутили проблему и поставили человека в очень тяжелое положение, чрезвычайно сложно. Тем не менее, никогда наши не отказываются. И берутся за эти дела. И решают, вот активность в этом плане, здесь они нам помешать не могут. Даже приняв закон, даже думал, приняв закон о, по сути дела, запрете встреч с избирателями вне помещений, так скажем, своего штаба по приему граждан, офиса своего, как сегодня выражается. Тем не менее, наши люди все время с избирателями. Прием ведут. Запросов сотни, если не тысячи, даже за этот год. Вот я могу судить даже по себе, ну, постоянно, но нет такого дня, чтобы пара-тройка запросов мной не направлялась в те или иные органы. Ну, как правило, это большинство органов, связанных с правоохранительными органами, потому что люди жалуются на грубое нарушение их прав, эти разборки. И наши товарищи все это делают. И удается в значительной части решать вопрос. Да, это может быть не глобальные вопросы, связанные с ростом зарплаты и так далее, но это вопросы, связанные с условиями жизни. Решение, извините меня, дворовых проблем решают наши товарищи. И ваш канал, кстати, показывает эту работу, эти заботы. Наши люди ведут себя очень активно во время заседаний. Они выступают, они требуют, они спрашивают и ставят зачастую исполнительную власть в неловкое положение, когда выясняется, что мы имеем дело с прямыми недоработками, с прямым невыполнением своих обязанностей, а то просто там, где они выполняют обязанности, выясняется, что лучше бы они их не выполняли, потому что там, кроме потерь бюджета, их бурная деятельность ничего не дает. Очень непростая работа, но ее нужно делать, и из этого поля, болотного поля борьбы уходить нельзя, потому что если не будем это делать мы, никто этого делать не будет. Люди будут совершенно брошены. И здесь для наших очень важно показать, что представительный орган и выборы депутатов того или иного уровня это важный момент в защите собственных интересов. Мы с вами не раз говорили в этой студии о том, что люди, которые уклоняются от участия в выборах, которые не ходят под лозунгом «а, что, ходи, не ходи, ничего не изменится», они придают не только интересы города, области, они свои собственные интересы придают своим бездействием. Они, по сути дела, не борясь, сдаются на милость победителю, который не знает ни благородства, ни милосердия, который тогда с удвоенным рвением, видя, что жертва его, а жертва это наши избиратели населения, она не оказывает сопротивления, тогда, так сказать, грабят и измываются по полной программе. Поэтому вот наш депутатский корпус решает еще и другое. Он будет надежду в людях, он будет в них, то, что называется гражданскую ответственность, гражданскую сознательность, доказывая делом, что мы партия народа, мы партия для народа, и у нас нет никаких других интересов, которые бы отличались от интересов, ну, в нашей регионе, от интересов жителей Омска и жителей Омской области. Ну, вот некоторые избиратели, кстати, в шоке пребывают, до какой степени довела власть людей, что когда коммунисты, депутаты фракции КПРФ решают вопросы, решают их достаточно быстро, люди не верят, что в нашей системе можно решить эти вопросы. То есть, они до такой степени уже, ну, все уже, доведены до отчаяния, до полного, что удивляются, что это можно. Просто хочу сказать, и не раз я это уже говорил, уж извините, если повторяюсь, я все-таки призываю людей поднимать глаза к звездам, красным звездам, потому что есть надежда, и ничего не кончилось, ничего не кончилось, все можно исправить, все можно поменять, а о том, что наши депутаты работают эффективно, и вот я сказал, что они в народе. Ну, есть и другие примеры, на ряде округов, когда то, что организовали, сделали, добились для избирателей на округе наши депутаты, потом прибегают представители от Единой России и начинают доказывать, что это они, пытаясь встречать их, вызывая, так сказать, немой вопрос зачастую, а, как правило, и возгласы возмущения. Вы что, ребята, творите? Здесь, условно, был депутат Ткачев, да, так сказать, добился кронирования, там, благоустройства и все прочее, изоляция этих труб горячего водоснабжения и так далее. Появляется другой депутат и требует, чтобы это зачли ему в актив. А почитайте те отчеты, которые пишут те же депутаты своим гражданам, я имею в виду Единой России, да, когда в зачет себе считают, что вот участие в заседании собрания или горсовета – это достижение, вот он работал, он просидел столько-то заседаний или столько, так сказать, провел приемов. Вопрос ведь не в этом, вопрос в другом, а какие вопросы ты решал, кому ты помог конкретно, с чего ты какие вопросы поставил. И вот здесь нашим депутатам очень сложно, и тем не менее, рук не складывают, занимают активную позицию, жестко противодействуют и последовательны. Они верны принципам. Вот вспомните выборы, так называемые, конечно, выборы мэра города. Мы категорически против, по сути дела, назначения. Мы выступали за прямые всенародные выборы руководителя нашего областного центра или областной столицы, как сегодня любят выражаться. Вот мы это говорили и когда шли на выборы, мы это четко показали и в период так называемых проведения открытого голосования по подписке и прочее. Там можно приводить много примеров, но я думаю, вопрос не в этом. Вопрос в другом, что фракция работает, фракция живет интересами города, фракция делает все возможное для того, чтобы эти проблемы решались. И с другой стороны, у нас работает та самая депутатская вертикаль, когда депутаты ниже стоящих органов представительной власти, будь то поселковые, будь то районные советы, или такой же тоже муниципальный считается, городской совет, законодательное собрание, государственная дума. И в Омской области эта вертикаль работает, поднимаются вопросы по этапам, и мы подключаем все. Так же, как было, допустим, в период борьбы за бюджет страны, в котором, я думаю, что не без наших усилий, усилий руководства фракции КПРФ в Государственной думе, депутатов, которые там представлены, удалось кое-что решать. Думаю, что исполняющим обязанности губернатора было гораздо проще добиваться дополнительных субвенций для нашей области. Ну вот в зачет и Александру Кравцу, и Геннадию Зюганову можно же поставить вот те дополнительные деньги, которые были выделены Омской области. Вы же неоднократно выступали, там буквально просили о том, чтобы не бросали Омскую область. И вы, и Геннадий Андреевич, но вот благодаря депутатскому корпусу в Государственной думе в том числе, поэтому... Здесь вопрос, что никто, кроме депутатов-коммунистов, в Государственной думе эту тему не поднимал. Ну как же, у нас же столько депутатов в Омской области. От Единой России депутаты есть, у нас числятся и прочее. Но вот так вот выясняется, что когда выборы идут, то они все рвут рубахи на груди. Мы за Омскую область, мы поможем и так далее. А когда наступает момент, все забывают, отползают в сторонку. Поэтому мы не только просили, мы клеймили, требовали. Но я полагаю, что были услышаны. Александр Алексеевич, у вас как первого секретаря Омского обкома хочу спросить, как вы оцениваете работу обкома в целом, одного из сильнейших обкомов в России? Это вот я неоднократно все время говорю об этом, но это правда. Как вы как первый секретарь? Ну, если бы я сказал, что я считаю, был бы удовлетворен нашей работой, нашими результатами, достижениями, то, в принципе, это было бы неправда. Это было бы неправильно. Самое главное, мы видим, да, у нас есть определенные достижения. Да, на самом деле, и внутри партии это, в общем-то, является, по сути дела, вообще признанным, что мы один из сильнейших, или там иногда в кулуарах говорят, там, флагманы. Ну, это все красивые слова, но мы видим, что еще есть масса возможностей для повышения уровня работы. Но это связано не просто с работой областного комитета партии, как руководящего органа в областной партийной организации. Это связано с тем, как Обком поднимает, организовывает, обеспечивает, мобилизует членов партии и сторонников, а у нас их во много раз больше, чем членов партии, на защиту интересов города и области. И здесь, конечно, есть масса возможностей. С одной стороны, если брать формальные показатели, то у нас есть, как говорится, если не гордиться, то, во всяком случае, определенное чувство удовлетворения, определенное чувство удовлетворения, доля удовлетворения есть в этой работе. А если смотреть на те перспективы и те задачи, которые стоят, то здесь работы очень и очень много. Ну вот возьмем некоторые, допустим, направления работы. Вот у нас граждане сегодня, забитые этой нуждой, тоской, оболваненной средствами массовой информации, ведут себя, ну, безропотными, ну, наверное, самое мягкое выражение такое, чтобы не обидеть кого-то, такое рабское поведение. Забитого раба, который вообще боится что-то двинуться, что-то сделать. Ну, когда люди поднимаются, кстати, на защиту своих интересов, начинает движение, да, оно сложное, тяжелое, с пределивами, отливами, но появилась, допустим, организованная работа с дольщиками. Это скрывать здесь не надо. У людей большие проблемы, их обворовали, ограбили, как угодно можно, так сказать, здесь разные определения давать. И власть вынуждена искать варианты решения. И пошли какие-то подвижки. Да, еще далеко до реализации тех главных целей, чтобы человек на свои деньги, так сказать, въехал в свою собственную квартиру. Не ахтикакое достижение. Я отдал деньги, по идее, должен там жить. А выясняется, что... У нас это будет достижением. У нас это будет огромным достижением, потому что, ну, власть, которая родилась из криминала, которая ведет себя как криминальная порой структура, и которая покровительствует вот всякого рода жуликам, в конечном итоге нет. Формально с трибуны все говорят, мы боремся, мы... А когда до сути доходишь, выясняется, почему не движется. Почему? Где были правоохранители, где были надзирающие органы, это особо. Ну вот с дольщиками идет сейчас напряженная, тяжелая, в чем-то такая тягомотная борьба, работа. Но она идет. И подвижки определенные есть. И думаю, будут. А есть еще масса вопросов. Вот, допустим, возьмем такую тему, как ветхое жилье. Весь прошлый год, кстати, говоря о тех судьбоносных решениях, которые принимала Дома, очень важно, это тема реновации в Москве. А в Омске? Что касается Москвы, где вот эти хрущевки составляют не самую большую часть жилья, а в Омске, допустим, хрущевки составляют, по-моему, 40% всех многоэтажек. Реновация, ветхое жилье. Для уже сейчас, уже сейчас, правоохранители при всем при том вынесли решение, которое стоит 12 миллиардов рублей для того, чтобы людей переселить. То есть на 12 миллиардов рублей власть задолжала гражданам, задолжала закону. А мы с вами какое-то движение вот этих жителей ветхого жилья организовано, которые добивались. То есть им не надо сейчас уже судиться. Вот эти 12 миллиардов, это же десятки тысяч людей, стоимость жилья. Они как-то заявляют о том, что мы больше терпеть не будем, мы организуем, мы требуем, чтобы судебные решения, прокурорские указания были исполнены. Этим надо заниматься, это очень сложно. Но и люди должны понимать, что мы готовы их поддерживать, мы готовы обеспечивать, консультировать все эти мероприятия для того, чтобы понудить к неуклонному движению в этом направлении. Это одна тема. Или тема такая гуманистическая, тема, к которой всегда в России особо относились, эти дети-сироты. им долги у нас в области перед ними, опять же доказанные правоохранителями, прокурорскими, судебными делами, свыше миллиарда рублей необходимо выдать им жилье. Тема, тема, которой тоже надо заниматься. Но эти ребята, которые вышли из детских домов, и которых государство, в данном случае регион обязан обеспечивать жильем, они же никак не организованы. То есть, видимо, уровень социализации, понимания... Да, в одиночку они ходят, обивают пороги, борются, судятся и так далее. Но мы понимаем, что когда человек один, его будут отпихивать, гонять и так далее. Как только вы организуетесь, будет по-другому. И мы готовы. Но нужно искать пути, методы, как это сделать. Вот для этого должны работать депутаты на земле, на округах, выяснять все это. Это тоже работа областного комитета партий. Тяжелейшая, ежедневная. Тяжелейшая, ежедневная. Тем более, что у людей предрассудки. Особо невидимая. Предрассудки. Люди разрозненные. Кто-то считает, что я сам буду ходить, ходить, и я добьюсь, мне дадут квартиру и так далее. Ну, надейся, дорогой. Надейся. Но, повторяю, таких людей, которые ждут жилье, тысячи и тысячи, да? А решить проблему, может, один, два будет. А решать и не будут. Почему? Почему, если у нас поднимется реальное движение переселенцев из ветхого жилья, точнее, людей, которые должны выдать, так сказать, их переселить из ветхого жилья, и когда они начнут накатывать на власть, у той же власти, у того же губернатора, у того же мэра, будут основания добиваться финансирования. Не в Москву все сливать деньги, создавать, там, сносить еще простоящие 20-30 лет хрущевки, вот, а давать в тех регионах, где ситуация особенно тяжелая, а наша регион из таковых. Об этом тогда будет знать и Москва. Так же, как знает сейчас, допустим, о проблеме омских дольщиков и представитель президента по Сибирскому округу, и знает Министерство строительства о том, как живет. Но эту тему тоже надо поднимать. Это тоже нужно организовать. То есть, мы готовы помогать и так далее, но среди этих людей должно появиться ядро активистов, мы его должны найти, организовать и показать дорогу, показать, как говорят математики, алгоритмы решения данной задачи. Мы его знаем, но без людей мы его не решим, без их активного участия. То же самое, как, так сказать, на выборах, ну что вы сделали, а вы пришли на выборы, вы проголосовали, вы поддержали, вы дали возможность, вы дали нам мандат представлять ваши интересы. А теперь приходите к нам, просите защиты. Мы готовы защищать. Но где же ты был, дорогой мой, когда здесь можно было изменить, значительно изменить свою нерадикальную остановку сил, а значит и путь решения задачи, и скорость решения тех проблем, которые есть, и способ решения проблем, которые стоят, можно было бы решать иначе. Ну ты отсиделся, ты не пошел, ты решил, что ты, так сказать, мудрый, а мудрость пискаляю или по принципу «моя хата с краю», вот, а другие думают, что мне, как там, по принципу, нам бы гроши да харчи хорошие, все остальное наладится. Нет, этого не будет. Потому что, ну, в жизни так мы живем сегодня в такой системе, в таком мире, что борьба должна быть последовательной, постоянной, а самое главное – организованной, с четко поставленной целью, с людьми, которые возглавляют ее и вызывают доверие у вас. Тогда может все получиться. Те, кто не сдаст, не предаст, не перебежут на другую сторону, а таких у нашего народа только коммунисты. Александр Сеевич, последний о планах на будущее. Каким будет, по вашему мнению, 2018 год для КПРФ в общем, для Омского областного отделения в частности, и чего лично Александр Коровец ждет от 2018 года? Ну, прогнозы мы уже давали. Я считаю, что 2018 год вряд ли будет особо благоприятный как внутри страны, так и на международной арене. В силу целого ряда обстоятельств ситуация тяжелая, и она будет сохраняться. Надежда на то, что сейчас прыгнут, хоть и там говорили недавно о том, что вот Россия начала, так сказать, сползать с этой нефтяной иглы. Куда? Вот именно. Куда и сползать, потому что больше ничего нет. Ну, якобы у нас доля от продажи нефти, газа в бюджете стала сокращаться. Но она сокращаться стала только потому, что снизились цены тогда, упали цены на нефть и газ. Сейчас они подросли раз. Второе, повысилось налоговое бремя на граждан, то есть за счет акцизов, налогов увеличилась эта доля в бюджете. Ситуация не изменится. Ну, если об этом даже сам президент говорил нашим олигархам о том, что год будет сложным, тяжелым, не лучше 2017-го, но если у него такой прогноз, а он всегда, так сказать, вселял какой-то оптимизм, наигранный оптимизм в людей, то мы должны подтвердить никаких доказательств того, что будет налаживаться, что мы вышли в стадию, так сказать, роста. Нет. Просто нет. Вот все эти надуманные низкая инфляция или, там, сказать, какой-то рост ВВП, это все стат погрешность. Здесь, ну, статистика, как известно, самая наглая форма лжи, как говорил Марк Твен, ему, по-моему, приписывается это выражение. Вот это раз. Что касается нашей организации, год будет для нас тоже очень сложным. Ну, сложным, во-первых, почему? Президентские выборы. Это всегда тема напряженной борьбы, реальной борьбы. Мы, понятно, что бороться будут только с нами, все остальные встроены в этот круг. Да, больше никого нет, никто не сопротивляется, все остальные не то, что они согласны с тем, что происходит, но они находятся в стороне, думают, что это будет само собой идти. Поэтому появляется шанс, реальный шанс изменить ситуацию в стране. Потому что, ну, всякое действие зависит от того, в чьих руках власть. И главный вопрос изменений — это вопрос о власти. Так было всегда и так будет до тех пор, пока существует государство, пока существуют классы. Так будет. Поэтому президентские выборы — это вот ближайшая перспектива, они потребуют, конечно, напряженной, сложной работы в сложных условиях. Это раз. Второе — у нас осенью выборы губернатора. Ну, это руководство области тоже очень значимое, от этого зависит немало. Мы с вами видим, что может сделать губернатор, получив в руки прекрасно развитую область, до какого состояния довести. Я в данном случае имею в виду период правления господина Полежаева. Мы здесь получили высшие достижения. Единственное достижение, что наш город превращается в кладбище, в погост почти экономический, но, как положено на погосте, появляются церковные сооружения, всякого рода храмы, соборы и так далее, как в память о том, что здесь похоронены надежды, чаяния многих людей, здесь похоронены великие технологии, великие достижения, которыми наш город славился. Поэтому от губернатора очень многое зависит от того, каким курсом пойдем, выборы, в которых мы тоже будем, безусловно, участвовать. Это напряженное, а если учесть наши возможности, ресурсы людей, надо понять, что это сверхнапряжение потребуется, поэтому год будет борьбы, год трудный. Ну а что я жду? Честно говоря, я слово «жду» не использую, уже очень давно, в принципе, живу таким образом. Все, что я могу сделать для того, чтобы менять ситуацию, влиять на эту ситуацию, а я могу это сделать только с помощью моих товарищей, с помощью нашей организации, через организацию, как первый секретарь обкома, я это все четверть века, в принципе, это и делаю. Поэтому, если я жду от 2018 года, то я не от года, конечно, жду, я жду от своих товарищей, соратников, прежде всего, активной работы, того доверия, которое все эти годы я получал от них и которым чрезвычайно дорожу и горжусь. А с другой стороны, конечно, надеюсь, что в этих условиях в качестве ожидания можно назвать, что все-таки мои земляки, молодые, среднего возраста, пожилые, они будут менять свою позицию и число людей, осознавших пагубность того, что происходит, и безысходность для них, для кого впереди вся жизнь, а у кого-то может быть осень жизни, которой тоже надо прожить достойно. Другого варианта, кроме того, как быть вместе, поддерживать КПРФ, поддерживать коммунистов, просто нет. И вот над этим мы, конечно, будем все эти месяцы в 2018 году работать. Мы работаем и сейчас и очень надеемся, что будут появляться свежие силы, новые люди, новые способы, формы, методы решения задач и какие-то творческие идеи, которые позволят разбудить общественное сознание и вернуть наших людей к принятию правильных решений для того, чтобы они занимали правильную позицию, политическую, гражданскую позицию. Вот над этим будем работать. А то, что это год трудов и борьбы, непомерный, я вам скажу, трудов, это для нас совершенно очевидно. Кто думает иначе, заблуждается и время, и ближайшие месяцы будут убеждать. А если не будет тяжелого, напряженного, ратного труда, политического труда, то результатов, конечно, никаких не будет и будет продолжаться процесс гнирения, запах тлена будет распространяться. Я даже начинаю подумывать о том, что, может быть, вот эти запахи в Омске, это все-таки признак какого-то другого гниения, когда отравляется. Вот в Москве там завоняло немножко в Купино быстро, в три дня определили источник загрязнения воздуха. Наказали, да, штрафовали. А в Омске, значит, скоро будем годовщину отмечать, так сказать, и не могут причину. Так в правительстве говорят, пока померещило себе чем. Ну вот я говорю, какая-то метафорический смысл в этом. Может быть, это и есть запах мертвечины, который обеспечили, так сказать, из некогда цветущего города нынешние власти. Ну вот поэтому нам надо с этой мертвечиной бороться и поддерживать всяческую жизнь, бороться за это. И я думаю, что цели у нас ясные, благородные, понятные людям. Есть за что бороться, есть на что класть силы, время, здоровье. Вот и мы это все эти четверть века, я думаю, доказывали с большим или меньшим успехом, но то, что мы были искренними и последовательными, это так. Спасибо, Александр Алексеевич. Пожелаем нам, нашим товарищам, удачи в 2018 году. Вы смотрели «Акцент» с Александром Кравцом. До встречи на АПКОМ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПКОМ-ТВ.